Приветствую, друзья! Я там сделал ошибку, я сказал, что вебинар у нас будет в среду в одном из роликов. И мне вот сейчас пишут, так когда будет? В среду или в четверг? В четверг будет. Это 23 число июня. 20 часов. Все вопросы по вебинару на почту, пожалуйста, электронную пишите. А все мои контакты находятся под роликами в описании, под видео. А сейчас я хочу сказать главное. Если вы помните, у Толстого Ванни Карениной Лёвин косил траву. И когда он попадал в ритм, это я уже, так сказать, уточняю, когда попадал в ритм, то он чувствовал себя счастливым. Из этого мы сделали одно из упражнений по методу ключа – косить траву. Если человек косит траву, мнимую, у себя в комнате, и в этот момент думает, о чем думается, и если это действие ему соответствует, то у него снимается напряжение. Он выходит на состояние освобождения. Это прекрасное упражнение, если оно вам подходит. Другое упражнение, о котором я хочу сказать особо. Это когда вы бросаете руки вниз, а пятки поднимаете. Или если вы подберетесь к этому упражнению внимательнее, то, может быть, в полунаклоне бросаете вниз, пятки поднимаете. Или, наоборот, вверх бросаете, пятки поднимаете. И в это время думаете, о чем думаете. Во всех упражнениях, кроме этих, и во всех других, например, шалтай-болтай, которые многие сейчас начали называть веретиной, или называть маятникой, или называть там, ну, много какими названиями. На самом деле, это я придумал давно, и сейчас уже начинают его находить во всяких разных других упражнениях, в йоге там, и так далее, и так далее. Ну, я-то рад, что распространяется по миру, я-то рад. Ну, название-то правильно надо писать. Потому что в упражнениях ключа, особенно в этих простых упражнениях, которые легко передаются и легко интегрируются в любые раскрученные сайты, вектор внимания в упражнениях ключа, что косить траву, что делать лыжника, что делать шалтай-болтай, что делать плавательные упражнения, или трястись, об этом я особенно скажу, трястись, как будто скачете на коне, упражнения потрястись. Внимание во всех этих упражнениях, в отличие от веретена, в отличие от жгонки, в отличие от всех других упражнений, которые в мире есть на самом деле, но здесь внимание направлено не на качество выполняемого упражнения. Вектор внимания совершенно новый, благодаря чему эти упражнения являются ресурсами многоцелевого назначения и помогают не только оздоравливаться, но решать нерешаемые проблемы. Вектор внимания направлен не на тело, не на качество выполняемого упражнения, а на волнующие вас проблемы. Что вас волнует, о том и думаете. Вот же в чем новизна, и почему я когда это создал, и почему это есть в учебнике, и во многих моих книгах, и в книгах моих учеников, пишут цифрогимнастика, или там пишут метод ключ, ключевые приемы, потому что вектор внимания направлен на решение волнующих вас вопросов. И тогда эти упражнения, они становятся способом их решения, с одновременным для вас оздоровительным эффектом. Вот в чем дело. Они циклятся на качестве их выполнения, думать руку так держать, или дышать, так или эдак. Опять превращать это научное достижение века в обычную механическую физкультуру. Я думаю, что я вам сказал очень важными мысли, чтобы на самом деле вы прониклись, потому что это новое представление об использовании движений, которые согласуются с текущим вашим нервным напряжением, которые снимают напряжение и которые можно использовать для решения нерешаемых вопросов. Это очень важно. Это прорыв в науке, это прорыв в практике, это прорыв в методиках оздоровления, что вектор внимания во время этой физкультуры направлен не на тело, а на решение волнующих вас вопросов. И тогда вы будете легко понимать, где на самом деле веретеношь, гонка, или на самом деле ключевые упражнения шалтай-болтай, потрястись там и прочее. Насчет потрястись я скажу в следующем ролике особо, потому что это имеет колоссальное значение к тому взрывному ролику, который я готовлю. И вы потом поймете сразу почему. Ну а теперь до встречи. До связи.